За 11 лет у меня было около 200 тысяч приватов. Себя бывает трудно возбудить, поднять стоячок. Сначала я был геем. Есть такой фетиш – Small Penis Humiliation. Маленький член – это не самое худшее, что ты можешь увидеть. Подречить, показать жопу и подобное. Меня это очень смущало. Самый старый мембер. Ему 78, по-моему, что ли. А у тебя нет какого-то странного ощущения, что такой пожилой человек заказывает молодого мальчика? Да нет. Я думаю, это нормально. Ты одевала куртку, стропу, но что было дальше? Прямо серьезно, можно рассказывать. Для мужчин это вообще распространенная профессия? Потому что мне всегда казалось, что это больше девочки участвуют. Ну, в целом девушек больше. Парни мало, но они тоже есть. Как ты попал вообще в эту профессию? Это был конец 2019 года. Нужны были деньги в быстрые сроки. Мне написали ВКонтакте и приглашают на собеседование администратором фитнес-клуб. Все. Я прихожу на собеседование. Потом уводят маленькую комнату. Садят меня перед компьютером. Там открывают программы. Замечают, что вебкамеры настраивают. Я говорю, типа похоже на вебкам. Решил отсидеть одну смену, попробовать. Что было? Не думал что-то показывать. Я просто общался. Мне кидали много приглашений в этот приват-чат. Спустя неделю я где-то смог все-таки... Я решился за деньги, ну типа поднять футболку, снять ее. Это уже в привате? Нет, это в общий чат. А, в общем. Да. Психологически как ты переступил через этот барьер? Это смущало меня больше то, что я краснел очень сильно. А в этом ведь на самом деле нет ничего такого особо. Ну снять футболку, показать свое тело. Я так понимаю, что первая неделя тебя не напугало? Немножко. А что именно напугало? Именно вот эти педофилы? Нет. Саморезврат. То, что меня просят, там подречить, показать жопу и подобное. Меня это очень смущало. Я не мог перебороть, перейти в эти рамки. Были и, так скажем, отморозки всякие. А что они говорили? Я имел в виду тех мужчин, которые склонны к педофилии. Да? Даже так? А это не фильтруется? Фильтруется, конечно, но все равно за всем не уследишь. А что они делают? Они как-то оскорбляют или они намекают на секс? Или что они делают? Ну, есть вообще все. Была, спросили, ну, спрашивали, есть ли у вас там костюмчик по типу школьного. Ну, чтобы я еще моложе выглядел, как ребенок. Невинность моя их притягивала. Да, предлагали тоже, ну, секс за деньги предлагали. На тот момент и до сих пор бывает, люди приходят в вебкам по объявлению, которые звучат как работа для студентов, оператор ПК, работа в офисе. И это, в принципе, не является враньем. Первый же день вместо 1С или Варда на экране компьютера он видит иностранца без трусов, который ожидает, что без трусов я буду тоже. Это, в принципе, даже без контекста это достаточно странная ситуация. Как все началось в 19 лет? Почему? Как ты туда пришла? Что тебя сподвигло? Кто привел? Ну, вообще впервые в 2008 году я услышала пикантную сплетню об одной знакомой с не очень хорошей репутацией, а то, что она еще и работает на вебке. А что такое вебка? Кажется, это какая-то квартира, где много комнат. В каждую комнату модели туда приходят в масках, чтобы никто их не увидел. В общем, из соображения конвенциальности. И уже за закрытыми дверями модели разоблачаются в прямом переносном смысле, показывая всяческие какие-то непотребства иностранцам за денежки перед веб-камерой. В общем, звучало это как-то так. Я увидела у знакомой в статусе ВКонтакте девчонки без комплексов с хорошим английским приходите на работу. И я уже на тот момент понимала, что это будет заработать. Заинтриговала вот эта история с квартирой в масках? Нет. И, к счастью, когда я пришла, там была не квартира и не было никаких масок. Все было нормально. Себеседование было? Да, было собеседование. Себеседование мне приводил представитель сайта. Оказалось, что он говорит только по-английски, потому что все сайты западные. И мое знание английского пришлось как нельзя кстати. В 19 лет я уже не была студенткой, я уже бросила универ. Я два раза его бросила, я училась в БГУ, на филфаке. Этим, возможно, я одерживаю стереотип то, что куда же идти после филфака? Да, на вебку. Тебе как-то обозначали, что надо будет раздеваться, не раздеваться? Да, да, само собой не обозначались. Сказали то, что было бы здорово иметь без собой какое-нибудь белье, чулки. Я правильно понимаю вообще своем представлении вебкам? Раздеваться она в любом случае обязана, это базовый какой-то пакет? Нет. Обязательно. Значит, на разных сайтах есть одна система. На некоторых сайтах есть галочки, которые ты представляешь, вот что ты делаешь. И человек вправе на это рассчитывать. Вообще абсолютно на всех сайтах, абсолютно всегда, оно так было всегда и до сих пор так, модель никогда не обязана делать то, что она делать не хочет. Бывают жадные, либо жадные модели, либо модели с невысленными личными границами, им кажется, им неудобно, либо у них действительно сложная финансовая ситуация, и им эти вот 50 баксов прям позарез нужны. И думают, ах, ладно, была не была, они ведь уже получены, уже как-то жалко их отдавать-то обратно. Ну так, собственно, это достаточно частая проблема с мемберами, которые тратят не 50, не 100 долларов, которые тратят по 1000 долларов каждый день. Они модель таким образом подсаживают на денежную иглу эту, и потом, когда спустя неделю или две, модель уже не может себе представить сменой без этого человека. Они говорят, ну, либо ставите какие-то дополнительные условия, либо просят ее делать то, что она обычно не соглашается делать, а она никуда не может деваться, потому что ей грозится то, что он уйдет после этого. Ну вот у многих моделей выстроена онлайн персоналити, то есть для того, чтобы было проще, учитывая специфику работы, бывают какие-то вещи, не очень комфортно делать, и для того, что модель решает их все-таки делать, когда она вебками. Ну, например, там, скажем, какое-нибудь доминирование или есть такой фетиш – small penis fummilation. Уж не знаю, уместно ли сказать перевод – унижение за маленький член. В общем, если представить себе вообще, как это возможно… Если попробовать проецировать это на реальную жизнь и подумать… Ну, типа, да, просят, чтобы модель унижала человека за маленький член. Когда какой-то это более стандартный фетиш, ты думаешь, ага, как мне это сыграть? Ну, предположим, это происходит со мной в реальной жизни, чтобы я сказала. Этот фетиш таким образом не работает, потому что в реальной жизни это маловероятная ситуация. Очень. Это вообще, да. Ну, понятно, что у людей такие фетиши бывают, но представить себе и так, если мне мой парень такое скажет. Пусть такое мне мой парень не говорить, наверное, никогда. Для того, чтобы это делать было проще, мы перестаем представлять себе, что бы сделала я. Мы просто действуем по определенному скрипту. То есть человеку, у которого такая фантазия. Не чтобы я ему сказала, что он хочет от меня услышать. Ну, наверное, примерно вот это. И мы просто этот текст произносим. Тебя вообще это сильно удивило, когда ты первый раз это услышала? Вообще часто просят? Частенько, потому что мне нравятся такие фетиши. Раньше они меня фугали, я не понимала. Ребята, что с вами не так-то? А теперь мне нравится, потому что, если честно, во-первых, физически, само собой, гораздо проще сидеть и общаться. Ребята там делают всякие разные интересные штуки. А я на это смотрю и даю свои переказы. А он себе этот момент демонстрирует так? Да, и я тебе скажу, что маленький член – это не самое худшее, что ты можешь увидеть. Это, ну, в общем… А хуже что? Хуже что. Разные плохие вещи. Это как раз к вопросу о том, что запрещено. На сайтах моделям запрещено многое. Запрещено все, что запрещено законом. А кроме того, то, что законом не запрещено, на сайтах делать нельзя. Ну, например, самое простое – запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения. Понятно, в состоянии наркотического опьянения. Вообще разговаривать на эти темы. Какие-то там ролевые игры, связанные с инцестом или с несовершеннолетними. Вообще даже какие-то разговоры, там, животные и так далее. Моделям. И, понятно, запрещены любые телесные жидкости наружу, вылитые. Рвота и тому подобные вещи. Но клиентам-то они запрещены. И там бывает, показывают всякое. Ну, это можно воспринимать… Во-первых, модель не обязана глядеть на это. Во-первых, она всегда может выйти из привата и сказать, ну-ка, перестань, я на это смотреть не буду. Кроме того, ну, мембрид же не знает, смотрим мы на это или нет. Можно окошечком переводчика это прикрыть. Вот. А можно просто, ну, смотреть и не видеть. Например, у меня такой момент, то есть, ну, с этими пенисами, мне постоянно, значит, их суют. Но как-то меня они не сильно трогают. Потому что я это воспринимаю просто, во-первых, как пиксели на экране. Ну, во-вторых, они бывают нормальные. Почему на них не поглядеть? К тому же, раз мне за это денежки платят. Вот эти люди, которые приходили, большинство из них мужчины? Большинство мужчин. Но женщины тоже. Или кто твоя аудитория? Если ты будешь себя позиционировать как натурала, то, ну, это очень… Если ты не какой-то там, ну, прям красавчик, который притягивает девушек, то заработок у тебя будет очень низкий, прям существенный. А ты натурал? Я натурал, но для них играю роль, для мемберов я бисексуал. А, ну ты сразу выбрал эту роль в первую же неделю? Нет. Изначально я был геем, типа… А ты даже сразу такую роль выбрал? Да. Ну, потом я подумал то, что… Ну, ко мне заходили и девушки, интересовались, типа, кто я, би, натурал, гей. А я говорил гей, но они выходили. Я понял то, что лучше я буду бисексуалом. Ну, успевать и там, и там. Практично. Да. Девушек, на самом деле, потяжеспособных очень мало. А что девочки просят? В основном, просто заучить. Но есть и тоже фетишистки. Самое странное, девушка меня просила тричить, тричить, а потом кончить на тапочке. Ну, принести тапочки обычные, сланцы, и на них кончить. Но это было самое странное. От девушек – да. А ты еще писал о том, что пожилые люди тоже обращаются? Их даже, можно сказать, процентов, там, 30-40. Вот так. Какого у вас? 40-50 лет. Ну, и процентов 20 – это дедушки, там, по 60-70 лет. Самый старый мембер. Вот я с ним тоже периодически общаюсь. Нему 78, по-моему, что ли, из Великобритании человек. Что просит? Тричить. И, да, у него есть фетиш. Он любит длинные носочки, когда я их надеваю. Он полностью голый и в длинных носочках. Ну, с поднятыми ногами. Чтобы было видно полностью носки. А у тебя нет какого-то странного ощущения, что такой пожилой человек, ну, как-то заказывает молодого мальчика? Да нет. Я думаю, это нормально. Но восприятия, что это педофил, у тебя нет? Я же себя ощущаю на 20 лет, на то, что я совершеннолетний. И не стараюсь думать о таком, ну, заморачивать себя. Зачем? То, что во мне видели вот эти взрослые дяди, такого маленького, типа, застенчивого мальчика, их вызывало огромный интерес. Я это замечал и пользовался. Ну, то есть ты разыгрывал девственника? Не то, что девственника, а вот прям такого прям сладкого мальчика. Ну, то есть ты активно эксплуатируешь этот образ? Да. Ну, например, допустим, дрочить и, не знаю, сосать палец и ноги одновременно. Ну, вот такое было, допустим. Еще и сложно, наверное. Сложновато, да. В первый раз. То есть ты это делал? А? Ты это делал? Да. А почему ты на это согласился? Тебе было интересно просто, как это произойдет? Ну, был ей интерес. Ну, в основном интерес. Я относился как к работе, то есть. Сколько тебе заплатили за такой фетиш? В основном, ну, за приват выходило, можно сказать, от тысячи до двух токенов. Студия забирала у меня 50%. Слушай, ну вот в самом начале сколько ты зарабатывала? Ммм, так и знала, что буду спрашивать про деньги. Конечно. Не подумала. Ты же пришла туда за деньги. Да, да, действительно. Пришла я за деньгами, но вообще ничего не зарабатывала. Есть сайты, которые платят 30-35%, и есть сайты, которые платят 50%. Это все, конечно, хорошо. Но из этих 50%, если модель работает на студии, то половина из этого еще забирает студии. Итого, человек кинул соточку, а модели пришло 15 долларов. Ну, хорошо. Какое у тебя было время, когда ты зарабатывала больше всего? Вот именно когда ты на модели была? Сейчас скажу. Больше всего я зарабатывала в, наверное, году, в 2014 году. То есть, короче, за смену я могла сделать в рублях, если там тысяч 20-30 тысяч я могла сделать за смену, просто потому что, ну, был хороший курс доллара. Ну, а чего ты сразу категорически знаешь, что ты откажешься? Или уже отказывался? Прям вот, точно нет. Что-то всылать себе в полку, писать, какать. Просят? Просят, да. Часто? Не так часто, но бывает. А на что для тебя, из того, что ты делал, кажется, сейчас наиболее, не знаю, рискованно? Ну, раньше такое было, когда в общий чат, ну, делал шоу. Это, то есть, я ставлю цель, допустим, ну, 777 токенов и пишу название цели в камшоу. То есть, мемберы набирают вот это число, ну, 777 токенов, и я начинаю выполнять заданную цель. Ну, в общий чат начинают ручить. Любой человек может посмотреть это. Это не как в привате, где-то один на один, либо кто-то может подглянуть и имеет уже деньги, но бесплатно никто не увидит. Изначально было вот это сложно. А почему ты на это решился? Тебе не страшно, что тебя засминут? Был страх, был, ну, с этим лучше смириться. Ну, либо ты делаешь все, ну, либо ты получаешь копейки. Чтобы кто-то меня сливал, моим друзьям, такого прямо не было. Ну, и шантажа тоже не было. Шантажа не было. Пытались, но я сразу отказывал. А, пытались все-таки шантажировать? Да, пытались. А как это было? Писали, скидывались с клины, с моих шоу. Предлагали какую-то сумму, чтоб я заплатил. Ну, либо все, будет рассылка массовая моим друзьям, родственникам. Ну, для меня это уже не так стрёмно было. А сколько просили? Кто-то пять тысяч, бывало и тридцать. Ну, не особо крупные. Но они потом не рассылали ничего? Нет. Это было просто запугивание? Всего два-три таких случая было. Большой страх то, что скинут там кому-нибудь скинуть видос. Ну, просто это неприятно. Я прямо скажу, мои видео скидывали в ВКонтакте. Было такое, что незадолго до музыкального фестиваля, где там, музыкальный фестиваль там где-то тысячи полторы человек. И вот за два дня до фестиваля скидывают мое видео, и оно разлетается вообще по всем. И через два дня фест, там был приват с игрушками. Вот. И я приезжаю на фест. Ну, а что делать? Как бы я приезжаю, ко мне подошло, вот именно реально подошло. Люди... Тасяка, мне руку говорят, «Здорово, Мальвина, я видел твое видео». Вот десять человек, без привлечения, десять человек ко мне подошло. И это достаточно много. Потому что многие же люди просто имели тактичность не говорить об этом. Ну, какая у меня была реакция? Я не могу сказать, что я была прямо счастлива, но и не очень сильно и печальна. И я это приглотила. Ну, что я... Я, кстати, ничего не могу поделать. Но ты знаешь, да, вот одиннадцать лет у меня слитых моих видео, ну, дай бог, может штук десять-двадцать. За одиннадцать лет у меня было около, я как-то считала, около двухсот тысяч приватов. Слушай, ну смотри, исходя из твоих выводов, все-таки одиннадцать лет, почему тебе кажется, люди туда заходят? У них проблемы? Или... А, почему мамы туда заходят? Да, зачем? Ну, во-первых, ну, потому что это интересно, потому что это весело. По-любому ты себя... Если модель классная, почему у некоторых моделей очень хорошо идет? Потому что они с каждым человеком создают раздоподобное ощущение, что все на самом деле. Вот, ну, просто, знаешь, они сказали какие-то такие вещи, то, что бывает, человек заходит и просит, надень шапку, маску на лицо, темные очки, зимнюю куртку и страфон. Ну, это странно, но это ничего из взгляда вон выходящего. Человек просто... Ну, ты одеваешь? Ну, я... То есть, главное, мне же платят за каждую минуту, пока я одеваю, теперь давайте будем искать. Ах, эта куртка не подходит, давай возьмем другую. Ну, я обожаю, у меня на самом вот самый любимый мой вообще... Если говорить именно о шоу с каким-то экшеном, с какими-то действиями, самое мое любимое – это фэйшн-шоу. Потому что пока мы там оденемся... То есть, в чем заключается фэйшн-шоу? У меня огромное количество всяких разных нарядов, и вот я их пока одеваю, дефилирую в них, пока я их снимаю, одеваю обратно. Самое долгое время было 3 часа. 3 часа, ну, именно, что касается фэйшн-шоу, так у меня были приваты. 12 часов, ну, это, конечно, клиника просто. Даже когда они разговорные, очень сильно выматывает. Потому что человек, который платит за твое время и внимание, он, возможно, возможно, не очень классный парень. Потому что перед классным парнем, во-первых, девки сами выпрыгивают из штанов, во-вторых, ну, не приходится платить за то, чтобы с тобой девочка просто потусуется и пообщается. Обычно. Значит, делаем выводы, что, возможно, что-то там может быть не так. Ну, либо, может быть, с ним все так, но конкретно вот эта девочка, конкретно я, да, почему-то с ним бесплатно общаться не хочет. Из-за чего? Из-за того, что, ну, там, разные взгляды на жизнь, разные менталитеты. Из-за того, что, в принципе, ну, бывает, с человеком сложно общаться. А ты с ним должна быть один на один и делать так, чтобы он продолжал тебе платить. Ты одевала куртку, стропон, что было дальше? Так. То есть, прям, серьезно можно рассказывать? Серьезно можно рассказывать? Уверена. Ну, хорошо. Итак, что касается привата со стропоном. Мне было раньше тоже непонятно. Что там делать? У меня же нет партнера. Соответственно, что можно делать? Партнеры, которые, ну, мемберы, значит, они чаще всего, они тогда не склонны к доминированию. Ну, чтобы над ними доминировали. Соответственно, я стою, изображаю фрикции, при этом проговариваю некоторый текст. Либо у них фантазия на тему анальной пенетрации мной исполняемой. А у тебя какие-то галочки стоят заранее? Да, да. И хорошее описание, где будет прописано, кто я такая, что мне нравится, с какими запросами ко мне вообще лучше не приходить. Какими? С какими? Я категорически против, ну, слов типа slug, whore, bitch, вот это вот всего. Я понимаю, что для большинства людей это, скорее всего, это просто dirty talk, но просто я их не приемлемо сварить. Вот уж, такой у меня пунктик. Также неприемлемо для меня слово daddy. Долгое время почему-то многие считали то, что по-английски это нормально звучит. У них там принято. Так, ничего подобного. Это вообще по-английски тоже звучит не очень. Но есть люди, для которых это нормально, но для кого-то это так же плохо, как по-русски. И когда ко мне обращались с просьбами называть человека daddy, либо прописывали, когда какой-то сценарий, какие-то свои фантазии, вспомнили слово daddy, у меня в голове становилась какая-то чернуха. Ужасная, на уровне Йозефа Фицля, вот что-то вот такое вот, и сестер Хачатурян, и вот всякого-то. Мне прям плохо, мне прям больно от этого. Сейчас, вот буквально три дня назад, или даже больше, я решила, ладно, попробуем не переводить в голове это слово по-русски. Просто заветы, просто слово. Ну, произнесла я fuck me daddy. Ничего плохого не произошло. Я как-то отпустила, и больше теле меня не является. Гештальт закрыт. Гештальт закрыт, слушай, это слова, что на что ты физически не пойдешь? Физически, ну, лично я никогда не делаю ничего, что причиняет мне какую-то боль, любой физический дискомфорт, ну, все. В основном там люди, которым не хватает общения, внимания, психологически больные люди, с какими-то вот фетишами, которые появились у них с детства. Короче, травмированные люди, таких очень много, и я как бы понимал то, что этим людям нужно от меня, ну, взаимодействие, они хотят отдачу. Это не то, что вот ты включил порнофильм, ну, и посмотрел, подречил. От этого ты не получишь таких эмоций, как вот, когда ты видишь человека, ну, которому у тебя страсть, а ты ему нравишься. Ну, это, конечно, все актерство, но и были достаточно, да, интересные люди, с которыми я все еще поддерживаю общение. Они же тебе платят за общение? Да, платят. Ну, это единственное, как ты удерживала. Настоящей заинтересованности у меня не было. Были истории, которые тебя особенно поразили? Ну, вот в последнее время есть такой человечек Джерри из Германии. Ему там что-то за 30, около 35-38 лет. Его в детстве изнасиловал мужчина. Джерри после этого случая, ну, около 20 лет, он ни разу не дрочил за это время. У него был очень такой комплекс большой. Он думал, что, короче, он некрасивый, никому не интересен. То, что его член тоже никому не интересен, он маленький, некрасивый. Были вот такие комплексы. Я в ходе общения, ну, создавал такую иллюзию интереса к этому мемберу. Что ему и нравилось. Помогал ему, ну, разобраться в какой-то части в себе. Ну, чуть-чуть выйти. То есть сексом он тоже не занимался? Нет, он девственник. Ну, вообще, а каково натуралу парню, да, постоянно видеть пенис, изображать гея? Насколько это сложно? Отношусь к геям, так сказать, нейтрально. Но они мне приносят деньги. Как я могу их не любить, ненавидеть, допустим? Ну, все-таки сложновато. Это вот в эмоциональном плане это очень выводит. И могут в процессе этой работы быть профессиональные болезни. Ну, я чувствую дискомфорт, когда замечаю слишком такое большое внимание со стороны мужчины. Допустим, метро в том же, когда на меня часто слишком смотрит. Это очень... Может, я и накручиваю в один момент, но страх вот перед этим есть. Слушай, а что с личной жизнью вообще? У тебя есть девушка? Нет. Нет потребности вообще просто в отношениях. Пока что нет. Ты сексом занимаешься? Да. Но у тебя интереса к нему нет? Нет. Это я сказал так, что такого сильного, постоянного его нет. Мне достаточно, может быть, один раз в месяц, может, один раз в два месяца, то есть по-разному. А у тебя не было желания попробовать с мужчиной вот за время, пока ты работаешь в футками? Знаете, мысли, типа, блин, а что если было бы так? Ну, такое было. А вот прям фантазии, мысли, то, что я хочу, это прямо сам по своей воле, нет. Когда уже подходит тот момент, когда мне нужно кончать, я просто представляю вот этого человека, мужичка, который сидит по ту сторону экрана и мастурбирует на меня. Ну, и создаю такое, типа, впечатление у себя в голове, типа, некий стыд в себе. И вот этот стыд стрём, который я ощущаю в этот момент, он сбивает меня с той мысли, чтобы, ну, достичь эргазма. И в этот момент я уже перестаю как-то ощущать даже, ну, кайф от того, что я мастурбирую. Слушай, а когда ты мастурбируешь, ты, даже в данном процессе, ты же понимаешь, в какой обстановке это происходит? Тебе это возбуждают? Нет. Ты что-то представляешь, может быть, связанное с женщиной, наоборот? Да, у меня, допустим, ну, вот я начинаю мастурбировать, у меня, соответственно, включено порно на компьютере в окошечке. А, то есть ты включил все порно? Да, то есть без порно я бы не смог. Порно вообще перестает возбуждать уже, можно сказать. Во время шоу себя бывает трудно возбудить, то есть поднять стоячок. Иногда бывает может просто упасть. Но, опять же, со временем они практически исчезают. Когда ты уже полностью осознаешь, что и где ты делаешь. Ты с самого начала скрывала, чем ты занимаешься? От друзей, от родственников? Нет. Вообще сразу. То есть, когда я пошла, только я всем сказала, всем друзьям знаком, представляете, куда я иду? Когда я начала работать, всем говорила, представляете, где я сейчас работаю, вы не поверите. Значит, маме я сказала, я вот из тех, кто 19 лет, выглядел реально не очень. И я думаю, что моя мама даже предположить не могла, что меня такую, ну, заморашку кто-нибудь куда-нибудь да возьмет. Мама спросила, что это, типа, как секс по телефону, что ли. Я говорю, ну, вообще, ну, вообще да. Достаточно близко. Да, у меня мама знает, но при этом, конечно же, было бы неприятно, если бы кто-то бы мое бы видео скинул бы ей. Да, было бы, понятно, одно дело просто знать, другое дело видеть. А тогда ты встречала с кем-то, когда начала заниматься вебками? Я тогда, может быть, начала встречаться со своим первым супругом. Ну, второй у меня супруг вообще совсем не против. Мы с ним знакомы с 17 лет. В 19 я начала работать на вебке. Он тоже решил попробовать. Без относительно? Нет, вообще без относительно меня. Он думал, что он такой-то скрепощенный, но понял, что нет. Способ никому не говорить, он не сработает. Все равно, как бы, кто-нибудь да узнает. У тебя родители консервативных настроев? Да. Все. Особенно отец. Он у меня прям такой мужик-мужик, ну, который максимально негативно и с агрессией относится к этому, ко всему. Мама, ну, она тоже как-то не с добротой относится к геям. Они советской закалки, и для них это что-то за рамки дозволенного. Ну, вот в интервью, да, ты раскрылся, ты рассчитываешь, что вот они его увидят. Как ты думаешь, как они все-таки его воспримут? Воспримут, я думаю, максимально негативно. Ну, все-таки надеюсь, что они смирятся. Но другого варианта и нет. Для тебя это важно, чтобы они приняли? Думаю, да. Потому что мне, конечно, надоело врать, скрывать. То, что я там работал на другой работе. В общем, тебя не должно ограничивать чужое мнение в твоих делах. И тут еще играет роль мои отношения в семье с моими родителями. Меня всю жизнь очень жестко ограничивали, следили за мной, пытались уберечь чего-то плохого. Но, как всем это известно, то, что это приводит к обратному. Какие у тебя планы? Ты будешь продолжать этим заниматься или ты хочешь какую-то еще профессию? Короче, попробовать в порноиндустрии. Хочется. А ты не боишься, что у тебя отношение к сексу вообще станет прям полностью рабочее? Если у тебя даже после волкама, в принципе, у тебя такое профессиональное восприятие пошло. Есть такой страх, да. Ну, то, как я сейчас над этим... Даже над сексом я серьезно из-за этого не комплексую. Меня это серьезно как-то не тревожит этот вопрос. Так что и в дальнейшем я думаю, ну, справлюсь. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.